Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли. Когда тема смерти пришла, вот то, что жизнь мы познали, и все, что мы сейчас разворачивали, это мы два года разворачивали только жизнь. Как менять жизнь? А при этом мы вообще не развернули смерть. И познали смерть. И смотри, какой парадокс. Я вообще была в шоке, когда вот ты сказала эту инфу, да, когда она пришла. Но она на самом деле правдивая. Если взять парадокс, возьми, нас черное и белое подхватили и повели обучать. Нас обучала смерть. А чему может обучить смерть? Жизнь. Закон парадокса, она не может обучить смерти. Она будет обучать только жизни, как сделать так, чтобы человек поправился, как сделать так, чтобы он был счастлив, как сделать так, чтобы восстановилась его сюжетная линия, пришла в гармонию, и он стал, ну, просто стал счастливым. А получается, этому учит смерть. А смерти кто учит? Вот кто учит смерти, да? Кто учит смерти? Вы познали жизнь, но вы не познали смерть. Это было сегодня ночью. Это следующий шаг. Ну вот смотри, получается, что если смерть обучала жизни, ну, во-первых, сейчас, получается, нет обучающего. Потому что мы пришли в точку, где смерть и белое-черное – это наши составляющие, мы соединились. Но при этом последнее наше погружение – мы нашли кабинет архитектора, который напрямую формирует сценарий жизни покадрово, где можно закладывать все. и при этом, опять-таки, мы там закладываем сценарий жизни. Мы не закладываем сценарий смерти. Хотя-то можно заложить и сценарий смерти, по сути, но это не опознание смерти. А вот на самом деле, между прочим, что значит познать смерть? Вот что значит познать? Я на определенном этапе думала, что это залезть в инкарнационный цикл. Блин, на самом деле, Наташа, ты сейчас сказала, вы не познали смерть. Как можно познать смерть? Ну, если это распотрошить инкарнационный цикл, мы в нем были. Мы его, по сути дела, мало того, что разложили, так у нас еще и опыт есть, как мы останавливали смерть человека. Да, мы его не заставляли поправиться. Это делают врачи. И по закону симуляции мы не можем, по сути дела, его заставить поправиться, потому что здесь присутствует его элемент выбора. Хочет он жить или не хочет, раз. А второе, в декорациях создается все равно игра. И симуляция не допускает никаких магов, колдунов и волшебников, которые так жестко вторгаются в эти вещи. Но при этом она позволяет. Врач нашел решение, подобрал импортное лекарство, еще какую-нибудь херню и так далее. То есть ты изменил человеку направление движения и вывел его из инкарнационного цикла, и дальше у него нарисуется сюжетная линия, оправдывающая. И люди будут говорить, что магия – это все ерунда, это все не вы, это все медицина, это все, это все, это все. Но я до сих пор вспоминаю вот этот первый раз, когда у нас получилась вот эта фигня. Полиорганная недостаточность, уже все попрощались даже на телевидении, уже все, а все не помирает. Странно. Странно. И как это при полиорганной недостаточности и так далее? Много у кого было такое? Все помирали, одна не померла. Почему она не померла? И видишь как, и это так раз и замылилось, потому что дальше работала медицина, это медицина, медицина, медицина. Медицина была бессильна, и сейчас бессильна. И уже после этого были случаи с известными людьми, когда медицина при таком же диагнозе оказалась бессильна. Это не медицина. Это разбота сознания, и это очень жесткая работа с инкарнационными циклами. Просто мы тогда вот, нам было интересно попробовать, потом еще пару раз было интересно попробовать. Потом нам было интересно развитие. Так все-таки, а есть ли здесь роль сознания человека, Бог ли он? И мы разные варианты проходили. Вот я помню просто, как мы двоих не захотели стопорить с тобой, потому что это было как насилие. А потом вот сейчас, видишь, как опять. Ведь в принципе такая же история. можно было человека отпустить, он уже все. Кстати, зайди мы минут на пять, может быть, десять позже, он бы уже ушел. Ушел, потому что уже стоял. Уже все, его очередь подошла. И мы его в последний момент выдернули. Да, так интересно было. Ну. Все, и не помирающий. И сейчас будет находиться в симуляции вариант оправдательный, как медицина спасет человека. Но это познание жизни, это не познание смерти. А что такое познание смерти? У меня вот программа ума клинит и не работает. Вообще. Полностью согласна. И как этот этап у нас пройдет? Но это... Но так интересно. Это вообще. И я знаю, что будет открываться у нас и открываться сейчас. Этот, именно вот этот. Да уже загрузка была. Пока расшифровать не можем. Уже загрузки были. Да, да. И будет раскрываться и раскрываться. Уже. Уже все. Когда ты цепанул какую-то информацию, пусть даже ее уже не понял, все, она уже пойдет. Ну, видишь, опять-таки есть еще одна тема. Тема страхов. При том, что мы эти страхи у себя поподнимали и повыводили на раз, два, три. Но все равно есть физика. Ты от них далеко не всегда можешь избавиться. Хотя, возможно, вот именно эта теневая часть и даст возможность избавиться. Кто его знает? Посмотрим, как дальше все будет. Но был период, когда... Когда вообще влазить в какие-то вещи, да, там какие-то магические, было страшно. Сейчас мне не страшно вообще. Даже не то слово, что не страшно, да? Интересно. Да, вот именно интересно. И мало того, не возникает даже зацепочки. Такой, ой, там страшно. Ой, там... Это нельзя там или да, вот... Нет вообще такого. Бог накажет. Бог накажет вообще. Когда слышу Бог накажет, у меня все время ржание. Я не могу. Меня сразу... Давай себя накажем. Точно. Кто наказывает человека? Видишь, когда это осознаешь, да, то уже просто становится смешно, когда человек говорит, что вот Бог накажет, или там... У меня недавно брат был, жил. И когда я что-нибудь вот такое говорила, он замолкал. Он не то, что его там пугало там или что, он просто сразу так, как, знаешь, как сворачивался. Я в домике. Все. А помнишь, летом мы были, там родственники мои были. Да, да, да. И они услышали наш разговор, и как на тему Бога, да, и как у них так... Они тоже... Кстати, они точно так же, как мой брат. Мой брат, они сразу так раз, и свернулись, зажались. И там конкретно работали религиозные программы. Страх. Как? Бог, он накажет. Как вы можете говорить про религию? Как? 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 И все. А когда говоришь про религию, когда ты видишь это как программное обеспечение, а ты знаешь, а еще когда ты видишь это как слой навоза, грубо говоря, в подсознании, и этот слой навоза тебя сейчас должен сжать и ограничить. Ребят, ну и что? С какой стати? Это не влияет, никак не влияет, если вы это осознаете, и вы осознаете, как вы проявляетесь в каждой точке здесь и сейчас. Это вы выбираете, вы создаете, вы проявляете. Это вообще просто полный вынос ответственности за свою жизнь. Причем, ты знаешь, меня все время ржач берет. Я вообще, когда вижу, как боги играют, да? Бог заснул и играется. И вот и спит. И снит сны. И идут такие дебильные игры. Вот смотришь иногда, это ну капец. Зачем было инкарнировать в 21 век, грубо говоря, если ты бегаешь друг за другом с дубинкой и молотишь друг друга в одну сторону, в другую? Зачем было сюда приходить, если ты ограничиваешь даже свободу своих детей на выбор тем, что ты их полностью привязываешь к бумажкам зеленым, к деньгам? Ты не уходи туда учиться, ты там мало денег заработаешь, ты там будешь бедно жить, там и так далее. И вот эти программы идут к своему ребенку в башку. И у него идут непозволения, непозволения, непозволения. Этот мир ограничен, ограничен. И это делают родители. Зачем? Нельзя, нельзя, нельзя. И пошло. В школе нельзя, родители нельзя, в саду нельзя. Но нельзя это получается. Если в психике все можно абсолютно, то по закону парадокса в переотражении будет рождаться нельзя. точно так же, как день рождает ночь, точно так же, как жизнь рождает смерть. И в принципе, если мы хотим познать смерть, нам надо будет познавать. Нельзя глубоко. Не сносить нахрен. Хотя мы уже сносить нахрен. Опознавать механизм, как оно накладывается. Вот тебе говоришь, нельзя. И ты смотришь, что, придурок, что ли? С какой-то стати, да? Точно так же. У тебя отбивается эта программа. Тебе, вот позвони сегодня и скажи, Ирина, на тебя самая крутая ведьма России наложила порчу. Как ты отреагируешь? Поржом над ведьмой вместе. Посмотрим разворот ее порчи на ней через призму подсознания. Дадим человеку сыграть в ее игру и посмотрим это на экране нашего телевизора, как она в нее играет. Но при этом страх возник? Нет. Возникло желание степануться. Понимаешь? И у меня точно такая же реакция. Но для... Вот ты будешь произносить перед людьми? Для них это реакция нездорового человека. Они не понимают, как можно так реагировать. Это же страшно, ведьма России-то. А мне все время хочется сказать самое придурочное России. Я просто, когда видела некоторые штуки, я так ржала. Вообще. Один молебен за Путина, чего стоит. Завиздет. Ну, наверное, это не худший вариант. Это то, что мне на глаза попало. Вероятно, есть еще что-то более дебильное. Но это все боги играют. Понимаешь? Вот зачем богу напяливать на себя чучундру, там брать в руки этот шар, говорить какую-то хрень? Если ты осознаешь... Не, ну если ты в образе, да. Это, знаешь, это как артисту выйти на сцену. Да, как в театр. В театр, да. И ты в театре начинаешь разворачивать игру. Но и на людей производят впечатление вот это. И люди начинают входить как в состоянии под влияние этого человека. Ну, да, очень сильно, да. Не на всех, но на тех, у кого нестабильно внутри. И первое, за что? За низ цепляет, за страх. Не за любовь, не за счастье. Ого. За страх так тын. А почему за страх? Можно было за любовь цепануть, если мозги есть, да? Но мозгов не хватает, чтобы за любовь цеплять, потому что за любовь сложнее. Но можно же. Можно за любовь в состоянии цепануть. Но за страх самое простое. И поэтому цепляют все за страх. Как сливная пробочка с ванной так тын открыл человека, слил энергию и напаковал новой информацией. Потом пришла новая энергия, человек восстановился, и эта информация проросла, как посеянные зерна пшеницы. Лапочка, какая ты прелесть! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова